Кто на самом деле эти захваченные в Восточной Украине представители ОБСЕ? Интересный вопрос, уважаемые дамы и господа. Его мы и хотим сегодня рассмотреть на Кляге Маур-ТВ. Немецкие военные наблюдатели, захваченные пророссийскими активистами в Славянске, несмотря на противоположно сформулированные заголовки в прессе, не являются представителями ОБСЕ. Это подтвердил на выходных заместитель директора Центра ОБСЕ по предотвращению кризисов Клаус Нойкхер. Группа из семи военных наблюдателей из стран-членов ОБСЕ, сопровождаемая одним переводчиком и пяти украинскими солдатами, находится на Украине с понедельника и предприняла поездки из Донецка в другие точки Восточной Украины, цель которых неизвестна. Немцы явно находятся в пути по заказу немецких федеральных вооруженных сил. Их привлечение состоялось по просьбе нелегитимного правительства в Киеве и было одобрено как Министерством иностранных дел, так и Министерством обороны. Формальная основа их привлечения – это так называемый Венский документ, который, согласно Википедии, объявляет своей целью меры по укреплению доверия и безопасности. Под этим документом понимаются меры по контролю над обычными вооружениями в рамках ОБСЕ. Центр по проверке данных вооруженных сил ФРГ планирует такие операции в казармах города Гайленкирхен. Там также предоставляется необходимый для выполнения этих заданий персонал, а потом оцениваются результаты их инспекционных и проверочных визитов. В своем интервью с Баварским радио от 24 апреля 2014 года немецкий полковник Аксель Шнайдер подчеркнул, что в их исключительно дипломатическом задании речь идет лишь о том, чтобы наблюдать и оценивать боеспособность украинских военных частей. Тем не менее, центром непонимания и удивления становится тот факт, что группа военных наблюдателей на момент их взятия пророссийскими активистами была именно в Славянске. Ведь известно, что после визита вице-президента США Джо Байдена Славянск стал по решению украинского правительства главной целью антитеррористической военной акции. Сам подполковник Хайко фон Розенцвай, который с 5 по 20 марта был военным наблюдателем в Крыму, пояснил действия немецких военных наблюдателей в кризисном районе чрезвычайными, которых, цитата, «в этой форме в истории венского документа еще не было». Здесь также следует отметить, что до сих пор со стороны немецкого правительства не было предоставлено никакого объяснения касательно этого якобы дипломатического задания, которое внесло бы свет в эти странные события. Невозможно, что группа военных наблюдателей и украинских солдат совершенно случайно наткнулись на дорожный блокпост, так как они имели с собой карту блокпостов повстанцев. Если бы они хотели исследовать ситуацию в городе, то почему они хотели сделать это совместно с украинскими солдатами, чье присутствие было бы с уверенностью интерпретировано как провокация? В какой мере речь при этой поездке шла о мерах по укреплению доверия безопасности? Дорогие зрители, нам очень интересны ответы на заданные выше вопросы. Мы рады и завтра вновь приветствовать вас на Кляге Маур Ти Ви, чтобы предоставить вам свежую информацию, которую в средствах массовой информации вы не найдете. С вами была студия Дрезден. До свидания. Продолжение следует...